Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия. Президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса лидера России. На встрече присутствовал и житель нашей республики, участник СВО Амир Акао. Добрый день, Владимир Владимирович. Я родился и вырос в Карачаеве, Черкесии. На данный момент я военнослужащий наших вооруженных сил, мобилизованный, отец троих детей. Осенью 2022 года мне пришла повестка. У меня не было никаких сомнений идти, не идти, брать, не брать повестку. Вообще таких мыслей не было. У меня был опыт срочной службы в Северной и Южной Осетии. Очень много времени я провел на учениях, где мы проводили боевые стрельбы. И я понимал, что мой опыт может пригодиться, и я смогу помочь нашим ребятам. Оглядываясь назад, я хочу сказать, что я ни о чем не жалею. Любое решение в своей жизни нужно принимать взвешенно и ответственно. И если ты уже встал на путь, нужно идти до конца. Совсем недавно я принял еще одно решение, я думаю, будет знаковым. Я смотрел ваше послание федеральному собранию, услышал о программе «Время героев» и, конечно, сразу в тот же день подал заявку. Все. Теперь жду результата. Спасибо большое. Я хочу вообще выразить благодарность вам за эту программу не только от себя, от всех тех ребят, которые сейчас находятся там, и которые действительно могут получить возможность развиваться и двигаться дальше. Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за вашу позицию. Вы знаете, вот самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили. Вы слушаете, это самое главное, самое мощное оружие. И те люди, которые рассчитывали подавить нас с помощью экономических санкций, с помощью вооруженной силы, они этого не учитывали. И учитывать не могут, потому что для того, чтобы это учитывать, надо быть гражданином Российской Федерации и частью нашей общей культуры. Но вот ещё раз хочу повторить, благодаря таким людям, как вы, мы сейчас чувствуем себя абсолютно уверенно, и уверенно смотрим в завтрашние дни, и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере безопасности. Низкий поклон вашей маме. Спасибо. Ну, конечно, она же вас сделала таким воином, каким вы являетесь. Воином в самом широком смысле этого слова. В самом широком смысле слова. И в интеллектуальном, и в гражданском, и в военном. То, что вы нашли ещё в себе силы заниматься творчеством, это вдвойне, втройне интересно и ценно. Вот. Дайте мне потом через коллегу. Перейдёте, отдайте, я с удовольствием почитаю это всё. Хорошо. Хорошо. Вот. Ну и то, что вы приняли решение пойти на конкурс «Время героев», правильно абсолютно. Только надо сделать. У вас какое образование? Высшее образование. Какое? Какое выше? Техническое, инженер. Инженер. Да. Отлично. Хорошо. Мы вас ждём. Обязательно. Постараюсь пробиться. Я уже говорил, это простая мысль. Вот. Сделать для ребят, которые находятся в таких тяжёлых условиях, сложных и опасных, в зоне специальной военной операции, там служат Родине, конечно, ну, вы сами это знаете, вы сами такой. Ну, на кого же полагаться, как не на таких людей, которые сознательно там находятся, жизнью и здоровьем рискуют, для того, чтобы создать эту платформу движения вперёд? Ну, как же. Это даже не для того, чтобы сделать кому-то хорошо, а для того, чтобы у России был такой запас прочности, в смысле кадрового потенциала. Молодцы. Спасибо. Поэтому мы и назвали эту новую платформу «Время героев». Точно, по-моему, название в цель. Удачи вам. Сегодня в рамках проверки готовности участковых избирательных комиссий к предстоящим выборам президента Российской Федерации глава республики посетил участок для голосования в Оуле-Псыш. Помещение оборудовано информационными стендами со сведениями о зарегистрированных кандидатах и другой информацией. Готовы урны для бюллетеней, кабинеты, кабины для голосования, организовано видеонаблюдение. На участке будут работать наблюдатели, предусмотрена охрана общественного порядка, работает пожарная сигнализация, как сообщила председатель участковой избирательной комиссии номер 74 Марина Пшнатлова. На сегодняшний день на избирательном участке обеспечена стопроцентная техническая готовность. Количество зарегистрированных избирателей составило около 2000 человек. Помимо них есть эти жители, голосование которых будет организовано на дому. Всего в Карачево-Черкесии 15 марта откроются 252 избирательных участка. На каждом из них весь комплекс подготовительных мероприятий завершен. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 0,5 в горах до 5 градусов мороза, а днем до 10 тепла. И местами 13-18 выше нуля. В Черкесске без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14. Температура ночью 0,2, днем 8-10 градусов тепла. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов посетил гимназию номер 1 имени Каблахова в ПСЖ. В школе два здания 1955 и 1975 годов постройки. На данный момент 2000 квадратных метров образовательного учреждения отвечают всем современным требованиям. Благодаря проведенному в 2021 году капитальному ремонту в ходе работ был укреплен фундамент, заменены несущие стены, перекрытия, кровля, отопительная система и другие коммуникации. Сделан косметический ремонт в кабинетах. Оборудованием оснащена столовая, центр точка роста. В гимназии, рассчитанной на 600 мест, на данный момент обучается порядка 560 детей. При этом педагоги отмечают заметный прирост учеников. Большое внимание в гимназии уделено патриотическому воспитанию. Особо впечатлел главу Карачева-Черкесии Музей боевой славы «Молодая гвардия». Основанный заслуженным учителем Карачева-Черкесии Фаризат Физиковой. Здесь хранятся экспонаты, свидетельствующие о мужестве и доблести наших земляков, которые в разное время отстаивали интересы Родины. Также Рашид Темрезов стал свидетелем обсуждения проектной игры «Году семьи», объявленной президентом России. Всего в рамках реализации программы развития образования в Абазинском районе капитально отремонтированы гимназия номер один в ПСЖ, школы в Альбургане и Кубине. На основании федерального 127-го закона физические лица могут себя объявить банкротами. А что касается имущества гражданина, который объявлен банкротом, есть недвижимость, на которую в соответствии с законодательством нельзя обращать взыскания. К примеру, если это единственное жилье обанкротившегося человека. Но все остальное имущество, которое находится у гражданина в собственности, попадает в конкурсную массу и подлежит реализации для последующего погашения его долгов. Специалисты Росреестра призывают граждан, которые признаны банкротами, чтобы они без согласия финансового управляющего не совершали сделки. Которые хотят лично, без финансового управляющего, который уже как бы распоряжается его имуществом, совершать сделки на дарение, на продажу. Естественно, государственный регистратор прав перед тем, как осуществить учетно-регистрационные действия. Он проверяет, в том числе, гражданин является ли банкротом. Естественно, это приостановление. Но даже если вдруг до того, как получена информация у регистратора, что этот должник гражданин является банкротом, его действие, если даже прошли регистрацию, сделка прошла, то она будет ничтожна. То есть в суде можно будет оспорить и вернуть все обратно. Поэтому я бы призвала бы всех граждан, которые признаны банкротами, чтобы они без согласия финансового управляющего не совершали сделки. Потому что эта сделка будет ничтожна. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Анна Медиум». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Вот я вспомнил наш наиболее узнаваемый символ «Медиум», который охраняет свою тайгу. Может быть, Мишке нашему надо посидеть спокойно, а питаться ягодками, метком. Может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь. А как только удастся посадить на цепь, вырвут и зубы, и когти. Как только, не дай бог, это произойдет, тайгу будут сразу прибирать. Но тайги он своей никому не отдаст. Я думаю, что это должно быть понятно. Это мы в Сибири и на Дальнем Востоке, в Смоленске и Екатеринбурге, в Поволжье и на юге страны. Все мы хотим двигаться вперед. И у нас есть четкая программа действий. 17 марта приходите на выборы. Это наше время. Время новых. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Сегодня на лондонской бирже нефть подорожала на 3%. Кокетирование инфляции, как никогда. Майки, чуть-чуть все на газ упали ниже. Доллар, отрицательный рост. Рекордный привод. Рынок сам все отрегулирует. Мы это болтовнем выключим навсегда. Кокетирование инфляции, как никогда. Николай, ты куда? Куда, куда? На работу. В Кремль. Вот так. Поиграли в капитализм и хватит. За Николая Харитонова. За КПРФ. За социализм. Помни, Владимир Жириновский, партия ЛДПР не боялись говорить народу правду. Великому народу Великая Россия. Не врать и не бояться. Ни одного безработного, бездомного, голодного. Все эти годы Жириновский, ЛДПР бились за тебя. Защищали твои интересы. Мы продолжаем дело Жириновского. Честные цены. Россия больше, чем Москва. Правда нужна всем. За дело Жириновского. За ЛДПР. За Слуцкого. Это мы. В Сибири и на Дальнем Востоке. В Смоленске и Екатеринбурге. В Поволжье и на юге страны. Все мы хотим двигаться вперед. И у нас есть четкая программа действий. 17 марта приходите на выборы. Это наше время. Время новых. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Помни, мы голосовали за Жириновского и ЛДПР. Я подниму Россию с колен. Я буду защищать русских. Великому народу Великая Россия. Не врать и не бояться. Жириновский или будет хуже. Вставай, Великая Россия. Ни одного безработного, бездомного, голодного. Все эти годы Жириновский, ЛДПР, пились за тебя. Защищали твои интересы. Будь верен себе. Голосуй за ЛДПР. Голосуй за Слуцкого. Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? Кто нас объединяет? В комбо уверены? Только в нем. Россия! Голосуйте за того, кому можно доверить страну. В России трудно найти человека, которого не мечтал о справедливости и лучшей жизни. Немногие знают, что на наших народных предприятиях заработная плата более 100 тысяч рублей, бесплатная медицина и образование, беспроцентные суда на жилье, а каждая вторая семья многодетная. И так будет везде. Поиграли в капитализм и хватит. За Николая Харитонова. За КПРФ. За социализм. Это мы. В Сибири и на Дальнем Востоке. В Смоленске и Екатеринбурге. В Поволжье и на юге страны. Все мы хотим двигаться вперед. И у нас есть четкая программа действий. 17 марта приходите на выборы. Это наше время. Время новых. Владислав Дованков. Кандидат в президенты России. Номер один в избирательном бюллетене. Время новых. Я уберу? Нет. Оставься. Дело Жириновского живет. Слуцкий. Кандидат в президенты России. Дело Жириновского живет. Слуцкий. Кандидат в президенты России.